всем привет ребят сегодня 27 июля у нас значит проведем небольшой обзорчик опять по российскому рынку значит по инструментам которые мы смотрели в прошлый раз значит по индексу московской бирже у нас был план вот здесь что мы протестируем spring и пойдем дальше зона продаж значит план выполнен значит но здесь вот из этой зоны продаж мы даже продавца то и не увидели совсем плюс текущее движение идет на уменьшение объемов то есть я ожидаю где-то здесь сначала коррекции небольшой и коррекция будет скорее всего у нас сейчас мы на дневном графике подкорректируем мы находимся в зоне продаж это большая зона продаж и от нее я ожидаю какую-то реакцию тест большого спринга глобального и дальнейшее движение наверх так северсталь северсталь у нас обновила минимум еще раз значит сделали спринг и движение началось наверх но я пока сказал что не особо сильно хорошо он растет хотя процентов 8 вырос ну 8 процентов план такой же ждем движение в эту зону продаж так норникель норникель минимум здесь не обновили значит и вчера дневку закрыли очень большим объемом и и на увеличенном спреде соответственно ближайшей зоной куда цена сходит это будет вот этот бар продаж диапазон семнадцать тире семнадцать восемьсот как-то вот так будем ожидать реакцию если слабенькая то дальше наверх поедем в район 19000 так русал то же самое ничего не поменялось потихонечку растет план не поменялся вот этот план основной с тестом и дальнейшем движение наверх доллар рубль вчера у нас был хороший пробой вот этого максимума на объеме был с первого раза попытался продавец установиться не смог потом вот здесь вот я выкладывал значит пост что слабость продавца явная зона и вот эту зону мы прошли наверх значит ближайшая цель у нас это как минимум обновлением максимума волны а диапазон 67 68 дальше посмотрим здесь как бы у нас серьезно такое уже сопротивление так перейдем к новым бумагам которые просили значит пятерочка на пятерочке значит у меня получается вот такая разметка что сейчас только заканчивается закончилась волна 3 мы еще будем ожидать 4 значит в диапазон вот этого последнего пробоя в бар покупок вот диапазон 1100 1200 и дальнейшее движение наверх волну 5 с целью 1600 значит на более мелком таймфрейме значит раскладывается вот так у меня это 5 волновка и в основном по всему рынку российскому сейчас мы увидим удлинение в третьей волне то есть вот оно удлинение до сфина кинем до 3 618 уже выше удлинение в третьей волне так озон зон по плану значит добивает тоже третью волну вот возможно здесь будет манипуляция с обновлением вот этого максимум вот и дальше мы увидим движение волну 4 до диапазона покупок сейчас мы его отметим до ближайшего волна 4 у нас будет предположительно то вот этого до уровня вот этого пробоя вот он бар на увеличенном объеме как раз будем ожидать куда-то сюда в этот диапазон спуск диапазон 1070 1100 ну 1150 так в к здесь интересная история потому что здесь объема достаточно большие на дневном графике последние дни появились и я на продавца на вот этом движении нигде практически нет только вот здесь вот мы подходим в эту зону продаж и ждем реакцию сейчас если в моменте реакция будет слабый и это у нас идет третья волна то будет слабый как раз это будет 4 и потом мы добьем 5 до 460 480 так откат 4 куда нам ожидать наверное стоит ожидать диапазон вот этого пробоя куда-то я думаю это вот сюда в район 360 380 так с вк какая здесь вариативность значит это может быть волна 12 и мы видим движение в рамках волны 3 в район 1000 либо это а б и увидим движение в рамках волны c и это будет только обновление вот этого максимума в район 700 750 и отсюда мы увидим обновление опять движение вниз но я такой вариант не рассматриваю к основной так яндекс яндекс по яндексу значит разметка у меня получается вот такая значит я больше склоняюсь к варианту что здесь удлинение в пятой волне потому что волне 4 здесь можно нарисовать треугольник с горе пополам хотя возможно такой вариант что это все один это все 2 и сейчас идет волна 345 возможный такой вариант но мы находимся зоне продаж и на последнем баре у нас есть достаточно большой хвост продаж то есть уже начинает действовать продавец в этой зоне своей потому что она очень обширная большая вот это все на большом объеме это все зона продаж вот 3000 до 3 до 2000 то есть в любой момент может пройти это достаточно большая сильная реакция и мы пойдем двигаться вниз опять же докуда ждать откат если это завершается импульс полноценный 5-волновый то мы будем ждать откат хотя бы вот к линии последнего пробоя в район 1770 тысяча 1900 где-то примерно отсюда если она чуть повыше закончится движение это будет у нас примерно диапазон где-то 205 по фиба если мы примерно здесь закончим туда это будет диапазон 05 по фиба так ну в принципе все что хотел сказать спасибо за внимание